Здравствуйте! Это новости на канале НСК 49, в студии Алиси Кириенко. И смотрите сегодня. Прорвало трубу с горячей водой, и жители даже обрадовались. Порывы и раскопки, как город летом готовится к зиме. Нашу область они выбрали по разным причинам. Первый организованный поезд беженцев с Украины встретили в Новосибирске. Всегда рядом, всегда вместе. Умные собаки и их наставники готовят для горожан большой кинологический праздник. И теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня Новосибирск принимал первый организованный поезд беженцев из Украины. По постановлению правительства, всего в нашу область приедут 5760 человек. Таким образом, по приему переселенцев в Сибири Новосибирск лидируют. Здесь им обещают помочь с жильем, работой и устройством детей в садике и школы. Почему в качестве нового места жительства украинцы выбрали именно столицу Сибири, узнавала наш корреспондент. Когда бежали от обстрелов, успели взять только самое необходимое. Так начинается история буквально каждого беженца из Украины. На вокзал Новосибирска главный поездом из Ростова прибыло 176 человек. Большинство жили в Луганской области. Новосибирск выбрали по разным причинам. Одни рассматривают наш город как временный, другие надеются, что он станет для них постоянным новым домом. Просто поближе к Сибири, у меня там бабушка живет. У меня друг здесь служил, он просто этот город хвалил. Единственное. А так, ну так, в принципе, было абсолютно куда. Ну, потому что мы хотим уже на совсем сюда. Там нет смысла оставаться просто в этом. А у вас здесь родственники? Либо мы уже просто услышали такое. Нет, просто услышали, что хороший город и приехали к вам. Спасибо, что вы нам помогаете. Все как один говорят. Жизнь под обстрелами вымотала. Перед глазами до сих пор страшные кадры. Усталости добавила и дорога. Встречающие волонтеры и сотрудники МЧС помогают донести вещи до автобусов. Часть людей разместят в гостинице Новосибирск, других в хостеле. Везде предусмотрено питание, ведь у многих нет не то, что денег, а документов. Ими будут заниматься специалисты Министерства труда с точки зрения выстраивания отношений с будущими работодателями. Министерство здравоохранения, вакцинация, в общем, все как положено. И определение детей в детский сад или школу. Специальные группы создаваться не будут. Мы постараемся их таким образом расположить, этих детей, чтобы никто на очереди на свои не почувствовал. То есть будем добавлять по одному, по два человека в группу. Ну, в таком приоритетном порядке. Как отметил Кирилл Каланчин, власти области надеются на понимание горожан по поводу тех же мест в детсадах и других вопросов. Обеспечивать жильем и питанием украинцев будут до трех месяцев. Подразумевается, что до этого времени люди уже смогут устроиться на работу. Между тем, в пункты сбора гуманитарной помощи новосибирцы продолжают приносить вещи, канцелярские товары и белье. Ежедневно сюда приходят десятки неравнодушных. Нет посуды, то есть мало посуды несут. Опять же всегда говорю, что если посуду приносить, то только в коробках упакованную, чтобы она не билась, чтобы ее легко можно доставить. Также не хватает просто тазиков, просто порошка, мыла, шампуней, памперсы детских, детских салфетки влажные. Вот это сейчас необходимо. Принести необходимое можно в будние дни до 6 вечера и с 10 до 15 в субботу на Нарымскую 23. Вещи отдадут тем, кто уже прибыл в наш город или приедет в скором времени. Напомним, что всего Новосибирск планирует принять почти 6 тысяч человек. Новосибирск Испытанные по весне теплосети летом начали испытывать терпение горожан. В Новосибирске полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В отдельно взятых районах дела обстоят не самым лучшим образом. Несмотря на весенние проверки, сегодня приличное число многоквартирных домов остаются без горячей воды. Оперативно ли реагируют на аварии коммунальщики? В чем главная причина порывов? И почему в этом году город решил отказаться от масштабных осенних отключений, связанных с гидравлическими испытаниями? Если проехаться по Новосибирску, то таких вот ям и траншей можно увидеть немало. Это, к примеру, появилось прямо во дворе домов на Катодной улице еще 7 августа. Местные рассказывают, прорвало трубу с горячей водой, поток всю неделю скапливался в вырытых ямах и подтапливал подвалы. Но единственное, чем пока помогли коммунальщики, перекрыли людям горячую воду. Как ни странно это звучит, но жильцы этому даже обрадовались. Говорят, в противном случае нас всех затопило бы кипятком. Да, сейчас вчера, потому что вынуждены, заполняется яма и здесь заполняется горячее кипятком. Она не только вчера, она уже с 7-го числа нет. И вы еще отродите в этот дом, вот 10-й, там как в бане в подъезде, потому что там у них раньше началось, а потом уже к нам сюда. Да никто ничего не говорит, даже никто не приходит и на звонки не отвечают. Ну что вот туда идти, ехать опять в управляющую компанию туда, на эту холодильную туда. Никто ничего не отвечает. Явно, что никто ничего не будет делать до зимы, пока вот это вот, как говорится, не пойдет зима и снег не посыпет. Почему же работы по коммунальным авариям ведутся в городе не всегда оперативно, а ямы могут стоять почти все лето. В Гортеплоэнерго говорят, все зависит от сложности порыва и от того, насколько быстро коммунальщики управляющих компаний устранят первые последствия и подадут заявку энергетикам. На 14 августа практически все отключения в городе связаны с аварийными ситуациями. И их довольно много. Новосибирские теплосети изношены на 80%, поэтому, к сожалению, неудивительно, что они рвутся то здесь, то там, объясняют энергетики. Но, говорят, есть и хорошая новость. Подготовка к зиме пройдет в новом режиме. Так что во время осенних испытаний традиционных отключений горячей воды в городе не будет, за исключением зоны ТЭЦ-4. Мы будем локальными, предназначными, насосными установками проводить испытания. Либо по зоне ТЭЦ-2 правый берег на источник ТЭЦ-5 будут переключены потребители, и потребители не почувствуют отключения. То есть еще раз, ТЭЦ-4 только 300-400 домов будет при испытаниях осенних отключенных. Ну а пока картина малорадостная. Лишь 60% коммуникаций жилого фонда готовы к зиме, заявляют в гортеплоэнерго. Однако, обещают до конца августа увеличить эти проценты до 80%. Что касается раскопок на Катодной, то после визита нашей съемочной группы сюда приехали такие аварийщики. И, как сообщили нам жильцы, приступили к активным работам. Новосибирский банк вступает в китайскую платежную систему UnionPay. Уже объявлено о начале сотрудничества. В банке говорят о готовности обслуживать соответствующие карты в банкоматах и терминалах финансового учреждения. Все подробности у Андрея Маланова. Скандал вокруг мировых платежных систем, виза и мастер-карты этим летом встревожил и держателей пластиковых карт, и финансовое сообщество. На этом фоне вполне логично выглядит, что новосибирский банк МДМ подстраховался, договорившись с конкурентами визы и мастер-кард китайской компании China UnionPay. По сути, это возможность клиенту выпускать карту не только от визы и мастер-карта, но еще и на платежной системе China UnionPay. Соответственно, это полноценная такая же международная платежная система. И конечному потребителю это дает возможность снимать наличные в банкомате, расплачиваться в торговой точке, ровно так же, как он сейчас это сделает с визой и мастер-кардом. Я бы, в принципе, не стал на месте держателя опасаться, что карта будет заблокирована, потому что это такая совсем крайняя мера, которую банки и платежная система стараются избежать. Поэтому вот наше новое партнерство – это всего лишь расширение того перечня международных пластиковых систем, с которыми мы как банк, МДМ-банк работаем. На долю китайской платежной системы приходится более 30% эмиссии пластиковых карт в мире. Сегодня их карты принимают в 141 стране. Сотрудничество с таким партнером пойдет на пользу держателям карт в России, считает эксперт. Определенным образом застраховаться, предоставить клиентам альтернативную услугу – это может быть интересно. Подробнее можно сказать, когда мы узнаем, сколько это стоит и каковы возможности, но сама по себе идея диверсифицировать бизнес – это интересно. Мне кажется, что это может быть какой-то определенной страховкой, потому что накладывать еще санкции и одновременно клиентов третьих стран – это очень опасно. Банк намерен не только обслуживать, но и выпускать карты UnionPay. По словам вице-президента банка, это может произойти не раньше следующего года. Между тем, конкуренцию китайцам, кроме Visa и MasterCard, продолжают составлять новосибирская «Золотая корона», проигравшая борьбу за право стать основой национальной платежной системы, и Сбербанк с его платежной системой «Про-100». Команда из новосибирского клуба «Оффроудмастер» в рамках сибирского марафона 2014 совершила первопрохождение по наисложнейшему маршруту с севера на юг Телецкого озера, что в Горном Алтае. Александр Булдаков встретил участников трофе-экспедиции и выяснил, что значит черный этап пути, автомобильный альпинизм и почему наши экстремалы не путешествуют на отечественных внедорожниках. Изначально весь маршрут протяженностью 3500 километров и продолжительностью 21 день разбили на три этапа. Зеленый этап заброски через Горную Шорию и Горные Алтаи вглубь тайги до окончания всех дорог. Этот отрезок, начинавшийся 24 июля, преодолевали 9 машин и 27 членов команды. Красный этап – это путь по горным перевалам на Чулышманское Нагорье и уже по полному бездорожью. С высоты 2000 метров мы спускались на высоту 500 метров. Полтора километра сброса высоты на 3 километра дистанции. То есть это очень крутые участки. Это сбросы в 2-3 человеческих роста вертикальные с камней. Камни, тайга. Две недели мы провели на этом участке. Считалось, что пройти его невозможно. В прошлом году его штурмовала группа алтайских спортсменов и машины были эвакуированы оттуда вертолетом. А вот сложнейшая конная тропа с километровым сбросом высоты по праву получила название этапа «Черного». Именно спуск в долину реки Чулышман к южному берегу Телецкого озера и есть автомобильное первопрохождение. На этих кадрах видно, что это не иначе, как автоальпинизм. Спускали на тросах, применили опыт альпинизма спасателей, изготовили и провели тестирование специальных спусковых устройств безопасных, веревки, которые 8 тонн выдерживают рывковой нагрузки. И на двух страховках обеспечивали движение автомобиля, чтобы в случае срыва его, соскальзывая с камня, он не ушел в пропасть. Пройти этот участок удавалось на мототехнике и квадроциклах, на автомобилях и никому, кроме экстремалов клуба «Оффроудмастер». Поэтому встречали в Новосибирске участников экспедиции как победителей. Встреча с родными, подарки детям и награждение участников экспедиции «Сибирский марафон-2014» и «Южный берег Телецкого». И, как положено, брызги шампанского. Сергей Гриднев, известный как «Скромный», говорит, что если сложить все 15 экспедиций, в которых он побывал, все эмоции и переживания, то как раз и получится путешествие к южному берегу Телецкого озера. Практически 75-80 градусов был отвес. И ты здраво понимаешь, это вот, знаете, как Высоцкий пел на крепость рук, вбитый крюк, и чтобы страховка не подвела. И ты здраво понимаешь, что если там штурмана сзади, которые тебя страхуют, что-то сделали не так, то это катастрофа, прежде всего, значит, для переднего штурмана, который ведет в двух метрах от тебя. Ну, естественно, пилот. Случались и откровения. Люди, много лет управляющие автомобилем в экстремальных условиях, открывали для себя нечто новое. И когда идет автомобиль на... А у него, значит, минимальная скорость 360 метров в час, вот на такой вертикали автомобиль управляем рулем. Я Вам говорю, это вполне серьезно. Он управляется, куда надо, туда он и идет. Для меня это было поражение. А вот взгляд на все происходящее в экспедиции представительницы прекрасного пола, да к тому же и фотографа. Горная местность, лес, тайга, все это с техникой, как это сочеталось. Это было очень даже иногда страшно смотреть со стороны. Я не знаю, как водители там были. То, что очень эмоционально это все переживалось. Хорошо, что все закончилось только переживаниями. Конечно, не обошлось без ожогов, ушибов и растяжений. Уж слишком камни были скользкими. Но на настроение победителей это не сказалось. Кстати, то, что маршрут прошли исключительно на иностранных автомобилях, так это несущественно, уверяют механики. Говорят, проехали бы и на УАЗиках. Разве что на ремонт ушло бы больше времени. И преступника поймать, и через ограждение перепрыгнуть, и цирковой номер исполнить. Собаководы нашего города готовятся к Кубку России по спортивно-прикладному собаководству. В этом году любители и служащие в силовых структурах выступают не только перед судьями, но и перед ребятишками из детских домов и детьми-инвалидами. Основные номера назначены на выходные, но наша съемочная группа увидела программу чуть раньше, побывав на репетиции. Всегда рядом, всегда вместе. Собаки и участники Кубка России по спортивно-прикладному собаководству словно одно целое. На репетиции выкладываются по полной. Все-таки не перед друзьями выступать будут, а перед судьями. А на кону – звание чемпиона. Мне интересно, как степень надрессированности показать людям через судей, чтобы судья судили мою работу, способность собаки. Да, я как ребенку, как члену семьи отношусь за друг мой. Ну, бывает наказываем, бывает, конечно. Ругаетесь? Ругаемся и наказываем, бьем. Слушается? Слушается. Хабар беспрекословно выполняет все команды хозяина и, видимо, поэтому уже является многократным чемпионом России. Впрочем, в этих соревнованиях большинство псов – бывалые победители. Поэтому, говорят организаторы, посмотреть будет на что и взрослым, и детям. Это будет праздничная программа для детей. То есть у нас формат именно в сторону детей. То есть дети с ограниченными возможностями, дети из детских домов, находящиеся на попечении приемных родителей, ну и, естественно, дети, которые просто проживают в городе Новосибирске с родителями. То есть у них у всех будет возможность пообщаться с собаками, сфотографироваться. Для этого отбирались специальные собаки, которых можно трогать, обнимать, с ними общаться. То есть абсолютно адекватные, веселые собачки. Больтерьер по кличке Диева, пожалуй, придется по душе именно маленьким зрителям. В соревнованиях эта собака принимает участие уже третий раз. Раньше выступала в цирке, потому и показывать будет практически цирковые номера. Из любимых – фризби. Собака очень активная, очень такая любит подраться. Вот поэтому мы сейчас стоим, а сзади собака, и мы так волнуемся немножко. Это ваш член семьи или как правильно? Да, член семьи, партнер по работе. И мы вместе спортом с ней занимаемся, вместе там, все вместе делаем. Будет, говорят организаторы, изрелище для взрослых. К примеру, представители силовых структур разыгрывают на стадионе практически сцену из боевика, когда преступник неожиданно сбегает, и поймать его вызывается служебный пес. В общем, выходные обещают быть запоминающимися. Желающих посмотреть на выступления собак и сфотографироваться с ними, ждут на стадионе «Заря» в предстоящие выходные в 12 часов. И на этом все. Наши новости всегда на нашем сайте. Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!